МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск. Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Неоправданные надежды. На что идут родители в попытке сделать своих детей успешными? Кто нагревается на холоде? Могут ли амичи получить компенсацию за перепад температур в доме? И как сэкономить на плате за теплоснабжение? Докатились, чтобы обновить пассажирский автопарк. В Омск привезли 20-летние трамваи. Лишние на празднике жизни. Многодетные семьи в Омске могут оставить без подарков и приглашения на елку. На этой неделе депутаты городского совета все-таки проголосовали за доплаты к пенсиям бывшим чиновникам в первом чтении. И это несмотря на скудный размер бюджета, который на этой неделе утвердили вопреки серьезным замечаниям прокуратуры. В частности, недостаточно средств на расселение аварийных домов и капитальный ремонт жилого фонда, обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях, освещение улиц и ремонт дорог. А вот около 36 миллионов рублей на ежемесячные надбавки, вышедшим на пенсию чиновникам, нашли. Документ планируют доработать. Если его примут кончательно, то ежемесячная пенсия экс-чиновника вырастет на 7-10 тысяч рублей. Для сравнения, все пенсионеры в январе 2017 года вместо индексации получат разово 5 тысяч рублей. То есть в два раза меньше, чем омские чиновники на пенсии будут получать в качестве надбавки ежемесячно. В два раза меньше в качестве ежемесячной надбавки к пенсии получают инвалиды Великой Отечественной войны. Ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, перенесшим лучевую болезнь и получившим другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, платят и вовсе в пять раз меньше. Ну а ежемесячное пособие на третьего и последующего детей в Омской области сейчас не выплачивают из-за нехватки средств, а ведь оно было сопоставимо с доплатами чиновникам-пенсионерам. К другим темам. За холод в квартирах чиновники ответят в суде. Следственный комитет возбудил дело по обвинению в халатности в отношении сотрудников администрации Омского района. Согласно материалам, из-за бездействия чиновников три года люди мерзли в своих домах. Температура на минувшей неделе резко упала и в квартирах сотенамечей. Причина – сбой в работе ТЭЦ-3. Но еще чаще батареи становятся холоднее из-за потеплений за окном. Тогда снижают температуру воды. Но жильцы за отопление меньше не платят. Моя коллега Динар Ганеева выяснила, почему так происходит и как можно сэкономить. Минус за окном, плюс несколько сотен рублей в квитанциях за электричество. И так каждую зиму. Если не включать обогреватель, температура в квартире Чертынцевых не поднимется выше 17 градусов. Страдают даже домашние животные. Когда совсем морозы, да, мы одеваем собаку, потому что она же бегает по полу, сильно тянет и, соответственно, да, она мерзнет, прям лапы холодные постоянно. Иногда там по термометру 17 бывает, 16, но когда стукнут совсем морозы 35, мы даже и не знаем, сколько будет градусов. Но за отопление жители типовой многоэтажки ежемесячно платят в среднем 1900 рублей. Зимой температура в квартире должна быть не ниже 20 градусов. В угловых помещениях норма 22. Однако при расчете платы никто не учитывает, насколько вам удалось погреться на 2000 или всего рублей на 500. В большинстве случаев используют нормативы отопления. Если вы хотите добиться перерасчета, придется идти в управляющую компанию. Есть специальная технология на высоте метра от пола, в середине комнаты, выставляется, берется прибор, как правило, это пирометр. Если управляющая компания замерила меньше, значит, то она должна принять меры для того, чтобы увеличить тепло. Все регулируется только судебной практикой. Менее конфликтный выход из ситуации для тех, кто не хочет платить за то, чего нет – установка теплощетчика. Вариант с умным прибором, правда, подходит лишь для некоторых новостроек. Но и в этом случае право на экономию придется доказать. На день убираю, вечером включаем, на ночь. Опыт Людмилы Дохно показал – цифры в квитанциях завышены в среднем на 30%. Установив счетчик в 2013-м, расходы на тепло в семье сократили с 12 до 5,5 тысяч рублей в год. В квартире жарко, поэтому днем батареи ставят на минимум. Но с началом отопительного сезона 2016 пришли квитанции, где плата, как и до установки счетчиков, была рассчитана по нормативам. Для сравнения, по счетчику за ноябрь семья должна 1153 рубля, а в квитанции значится сумма 2559 рублей. Ну а если нам не надо, почему я должна пользоваться? Я иду в магазин и говорю, беру же 10 метров, если надо мне 10 сантиметров. В управляющей компании сослались на 344-е постановление федерального правительства. Счетчики должны стоять у всех жильцов дома, иначе индивидуальный расчет под запретом. Своё право платить по тепловому счетчику люди во всей стране доказывают в судах. Для тех, кто к разбирательствам не готов, есть другой вариант – энергосберегающая техника. Грянули морозы – автоматика даст в дом больше тепла. Вопреки распространенному мнению, установить такой тепловой узел со счетчиком можно даже в старых домах. Только придется потратить от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. Когда на улице температуры плюсовые, соответственно, с датчиком наружного воздуха регулятор отработает и ограничит подачу излишнего тепла в дома, и не будем мы, так сказать, открывать форточки, топить улицы. Платить за непотребленное тепло дорого, но и переходить на умные системы многим имечам не по карману. При этом тех, кто не стремится к экономии тепла, государство наказывает. Жильцы, в многоэтажках которых не установлен общедомовой счетчик, платят больше. Динара Ганеева, Павел Ходынский и Сергей Степанишин. Омск здесь. Продолжаем выпуск. Омская область попала в федеральный антирейтинг по количеству обманутых дольщиков и недостроенных домов. В нашем регионе их 20, а людей, которые так и не вселились. В свои квартиры около двух тысяч. По этим показателям мы на шестом месте в России. Хуже ситуация только в Московской, Саратовской, Самарской и Новосибирской областях, а также Красноярском крае. Впрочем, в Омской области недостроены не только жилые дома. С опозданием в регионе реконструируют и возводят объекты культуры. Вот некоторые из них. Так, во время своего визита в Омской области министр культуры страны Мединский обещал к 300-летию города отремонтируют цирк. Однако работы затянулись на полгода. Теперь, говорят, все будет готово к концу декабря. К юбилею планировали закончить реконструкцию главного корпуса театра «Галерка». Не получилось. Обещают уже к октябрю 2017-го. Актеры едут на гастроли в Сургут. Не завершили к августу и реконструкцию здания, в котором должен появиться центр «Эрмитаж Сибирь». Филиал крупнейшего музея мира откроют в Омске лишь в 2019 году. На этой неделе удивили биржевые новости. Кого-то приятно, а кого-то не очень. Рубль впервые за последние полгода значительно укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне заявлений о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. У обменных пунктов в Москве и Санкт-Петербурге выстроились очереди желающих избавиться от долларов. Амичи отреагировали спокойнее, возможно, просто меньше денег. Однако хранят сбережения именно в валюте. Стоит ли расставаться с зелеными или ждать снижения цен на импортные товары? В том числе и об этом поговорим с Антоном Тырковым, руководителем отдела персонального брокерского обслуживания по Сибирскому округу. Приветствую. Доброе утро. Антон, не буду вас мучить котировками, стоимостью барреля нефти. Хотелось бы поговорить о таком простом, насущном, доступном большинству жителей. Я вот даже взял с собой 5 евро, мой скромный запас. Пожалуй, на этом ограничивается мой валютный резерв. Вот сейчас, когда стоимость их стала снижаться, по отношению рубль укрепляется, многие, наверное, запереживали. А стоит ли переживать тем, у кого, скажем, 500 евро или 1000 евро, например? Вот стоит ли бежать в обменники и менять их на рубли? Это риторический вопрос. Стоит, наверное, разобраться, зачем вообще вы покупали эти евро. Если бы у меня было 5 евро, наверное, я бы не стал беспокоиться об этом. А если бы 500 или 1000? Даже если бы 500 или 1000, по большому счету, если у меня есть евро, я их просто поеду когда-нибудь потрачу в те страны, где евро в ходу. Собо переживать не нужно. С целью сохранить капитал и конвертировать рубли, и пытаться на это заработать, здесь совершенно другая история. И на самом деле простому обывателю, у которого 500 евро, я бы не рекомендовал заниматься такими операциями. Но нам, у кого 500 и меньше евро, когда курс начинает снижаться, невольно возникает мысль о том, что, наверное, теперь стоит ждать удешевления товаров импортных. Ну, потому что, когда евро дорожало, товары дорожали, и, соответственно, вот по простой логике такой хочется, хочется, наверное, больше, да, чтобы когда евро дешевеет, и товар тоже дешевеет. Стоит ли ждать снижения импортных товаров? Или это вообще никак не связано? Ну, скажем так, в магазинах, наверное, нет. Все равно там есть определенная цикличность в отрасли, есть закупки. То есть товары, которые вы покупаете сейчас, они были куплены совершенно по другому курсу зачастую. Ну, безусловно, это все влияет. Но я хочу сказать, что, да, четко понимать, что влияет на стоимость товара не сиюминутная котировка, которую вы видите на экране, а средняя стоимость валюты там в течение определенного количества времени. Перспективы евро достаточно туманны. Вообще, если посмотреть, собственно говоря, на то, что сейчас происходит в Евросоюзе, то есть, ну, я бы ожидал, что евро сам по отношению не только к рублю, но и к доллару, возможно, будет гораздо дешевле, чем вы видите сейчас. И это, может быть, будет достаточно таким неким шоком. Но уже не для нас, а, соответственно, быстрее всего для европейской экономики. На нашей экономике это никак не скажется. Ну, в последние там 3-4 года идут, ну, может быть, слышали такой термин «валютные войны», когда многие государства стремятся обесценить свою валюту как можно сильнее для того, чтобы получить преференции именно в торговле на международных площадках. Вот на сегодняшний момент доллар дорогой, от этого американцы на самом деле страдают. Их товары неконкурентны. Вот. Рубль дешевый, нам хорошо. В экономике есть, ну, как сказать, две фракции, да, импортеры-экспортеры. Те, кто импортирует товары, и мы с вами, как потребители, которые ходим в Икею, покупаем там что-то, мы хотели бы, чтобы рубль был крепкий, чтобы товары были дешевые. Те, кто продает пшеницу, уголь и так далее, они не хотят дорогого рубля, потому что это снизит прибыли, которые есть сейчас. Ну, каких-то скачков таких вот шокирующих ждать не стоит, наверное? Все-таки стабильность будет? В следующем году, я думаю, что стоит ждать очень, можно, скажем так, может быть очень сильное укрепление рубля, какое-то разовое, потом курс может где-то устаканится. Не стоит ждать какого-то вот такого прям сильного бурного подъема всей экономики, вот эта вот эпоха, наверное, дешевых долларов и потребления, она немножечко уходит на второй план. А вообще, если хотите, есть очень хороший индикатор, на самом деле, который показывает здоровье экономики, наличие денег в системе. Смотрите за кредитами, как если кредиты начнут дешеветь, соответственно, если вы будете едеть по городу и видеть баннеры с рекламой, приходите к нам в банк, получайте кредиты по выгодным ставкам, вот это говорит о неком одномоментном здоровье экономическом. Спасибо большое за совет. Ну, а далее реклама, а после расскажем, почему многодетные семьи не пускают на новогодние елки. Оставайтесь на продвижении. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Педагогам стало известно лишь на этой неделе. Первые подозрения возникли у классного руководителя девочки. Учитель заметила тревожное состояние и синяки у ребенка. На вопрос откуда школьница отвечала из-за тренировок по художественной гимнастике, которой она занимается с 4 лет. Дошло до того, что ребенок вздрагивал, когда к ней приближался кто-то из взрослых. И только теперь школьница призналась, ее избивает собственная мать. Женщину вызвали в школу, ее объяснение повергли педагогов в шок. Мамина фраза была, что это мой ребенок, и я ее воспитываю так, как считаю нужным, потому что считаю, что мой ребенок должен быть успешен во всем. А успех добивается вот таким вот образом. Побои нанесены на лице. Нельзя не заметить этого. Ну тогда будем бить так, чтобы не было видно. Мать воспитывала дочь одна, семью считали благополучной. Каждый год они ездили на море, мать сама шила костюмы для соревнований. Сейчас ребенка передали на воспитание дедушки. Женщину ждет суд, ей грозит до трех лет лишение свободы. К сожалению, это не единственный подобный случай. Но известно, о домашнем насилии зачастую становится слишком поздно. Родители все чаще стремятся сделать из своего ребенка успешного бизнесмена, олимпийского чемпиона или топ-модель. Те родители, которые чувствуют, что они в своей жизни чего-то не достигли, не успели, действительно ориентированы реализовываться, самореализовываться в своих детях. Родители часто, не думая, где-то забывая о состоянии ребенка, пытаются внешне демонстрировать успех ребенка. Значит, успех мой, значит, успех моей семьи. А вот детям из многодетных омских семей, кажется, не стоит надеяться на новогоднее чудо. Их не пригласили на елку, им даже не достанется традиционных сладких подарков. В бюджете нет денег. Кризис. При этом, например, в Томске, где бюджет города меньше омского почти на 2 миллиарда рублей, средства нашли. С детьми, их родителями и чиновниками поговорила моя коллега Ольга Качкарова. Гори! Дед Мороз, Снегурочка, новогодняя сказка и сладкий подарок. Традиционный набор для губернаторской елки, на которую в этом году дети из многодетных семей, кажется, не попадут. По крайней мере, двойняшкам Насте и Денису и их старшему брату Саше в таком подарке отказали. Сначала звонить в начале декабря, в первых числах позвонили. Потом сказали звонить и через неделю, позвонили через неделю. Потом сказали в конце недели позвонить, что пока ничего неизвестно. Нам не будут сводить, потому что никуда не ходим, дома сидим. И, конечно, будут сводить ребятишек на новогоднее представление, взять им какую-то сказку. Просто купить билеты в кассе для многодетной семьи слишком дорого. Вот, например, билеты на елку в органы-зал Омской филармонии. Представление с подарком стоит 700 рублей, без 400. Контрамарка нужна и на сопровождающего взрослого. Получается, для семи с тремя детьми праздник обойдется в 2500 рублей. А если детей, например, пять, то это уже 3900 рублей. А когда семья живет на одну папину зарплату, праздник становится сказочно дорогим. Однако в этом году власти устраивают сразу три губернаторских новогодних елки и 35 городских. В мэрии Омска и правительстве области нам пояснили, что пригласят туда детей-сирот, детей-инвалидов, отличников и победителей всевозможных конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований. Многодетных в этом списке нет. Впрочем, часть из них подарки и билеты все-таки получают после жалоб и обращений. В этом году писали, что по жалобе в Собесе сразу находились подарки для многодетных. Я в прошлом году писала, выдали пригласительные. В этом не буду, наверное. Столько гадости вылили потом после этого поступка в департаменте, что пусть сами смотрят представления и кушают. К нашим многочисленным льготам плюс еще такой сюрприз, чтоб не зажрались, видимо. Ждать ли подарка многодетным семьям мы спросили у министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрия Крикорьянца. Именно это ведомство и распределяет подарки. Да, это наше ведомство. Деньги выделены на это или как? Деньги находятся на этом. Ну, два года назад губернатор указом решал проблему, то есть сейчас нет этого указа. Ну, тем не менее, решение есть. Они, да, ждать, безусловно. Чтобы не ждать милости чиновников, многодетные родители, чьих детей на праздник не позвали, решили сами организовать елку в ДК «Железнодорожный». Это важное мероприятие, потому что не у всех есть средства для того, чтобы ребенок сходил на платные мероприятия городские. У нас в организации больше 150 семей. Это семьи матери-одиночки, многодетные, у которых действительно финансово большая нагрузка идет. Билеты на елку для детей из больших семей обещают раздавать абсолютно бесплатно. Но пока нет денег на подарки, и общественники из организации «Семейный очаг» ищут спонсоров, с верой в то, что чудеса все-таки случаются. Ольга Качкурова, Антон Щетинин и Константин Демиденко. Омск здесь. Ну и в продолжении новогодней темы. Праздничный стол обойдется россиянам в 5,5 тысяч рублей. Новогодний ужин за год стал дороже на 3,5%. Подорожал ей, пожалуй, главный салат праздника – оливье. По данным Росстата, в среднем по стране теперь он стоит 310 рублей. Мы решили проверить, во сколько блюд обойдется омичам. Выбирали самые недорогие в ассортименте и необходимые для рецепта продукты. Докторскую колбасу, картофель, морковь, яйца, маринованные огурцы, зеленый горошек и майонез. Итого 237 рублей за 6 порций или почти полтора килограмма оливье, без которого Новый год я, например, уже и не представляю. Автопарк пассажирского транспорта в Омске обновили. Трамваями с пробегом и немаленьким. Подробность после рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok H.P.I.P. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Омск здесь на канале продвижения. Двигаемся дальше. Впервые за 30 лет в Омске обновили парк электротранспорта. Правда, не новыми трамваями, а бывшими в употреблении. Прямиком из московских трамвайных депо. Мэр столицы Сергей Собянин бесплатно передал 5 машин 1995-1998 годов выпуска. Перевозка трех из них обошлась Омской мэрии в миллион рублей. Сейчас машины приводят в порядок. Кое-где придется подкрасить. Возможно, починить. На маршрут они должны выйти в январе. Говорят, за электрическим транспортом будущее. Европа постепенно отказывается от двигателей внутреннего сгорания. К примеру, в Германии и Нидерландах их запретят через 18-20 лет. В России все наоборот. Ограничения вводят для тех, кто сам перевел авто на газ. Чтобы зарегистрировать изменения, многим омским водителям приходится проехать сотни километров, попасть в единственный отдел ГИБДД, сутки простоять в очереди и, возможно, уехать ни с чем. Дмитрий Ковалев выяснил, когда ситуация изменится. Семь часов утра. Открываются ворота к зданию межрегионального отдела технического надзора. На площадку заезжают водители, которые сутками ждали своей очереди. Позади несколько дней и ночей, проведенных в машинах. Приехавшие недавно с завистью наблюдают. Они в списке. В середине пятой сотни. Специальную тетрадь ведет Олег Сидоренко. Он простоял здесь дольше всех. Я с понедельника, с трех ночи здесь. То есть я в три ночи приехал, занял очередь. Был 285-й. То есть до самого утра. Понедельник весь день уехал домой. Вторник весь день. И сегодня я приехал, был третьего. Потому что сегодня очередь подавать документы в окно. Очередь расписана на несколько дней вперед. И все ради получасового осмотра. Потом еще одна очередь в госавтоинспекции. Встал в 4 часа. Приехал еще раз. Вот занял очередь. По записи на документы 434-й. Работает одно окно. Вот сейчас еще не знаю, что меня ждет. Пройду, там документы все это смотрят. Все, и опять надо будет приезжать, чтобы еще документы подать. Здесь нет парковки. Перекусить и сходить в туалет тоже негде. При этом каждый пятый водитель из области. Едут из Калачинска, Устешима и Черлака. В очереди даже жители Новосибирской и Тюменской областей. В ГИБДД такой наплыв водителей объяснить не могут. За последние две недели количество обращений увеличилось в 10 раз. Записаться на осмотр на портале государственных услуг невозможно. Поэтому приходится занимать живую очередь. В Омском отделе работает всего одно окно. В ГИБДД обещают, терпеть осталось недолго. Сейчас заканчивается подготовка необходимых процессуальных документов. Буквально на следующей неделе руководитель УМВД России по Омской области подпишет данное распоряжение. Мы приглашаем всех сотрудников уже в понедельник, во вторник для проведения семинаров, совещаний и занятий. И после этого в каждом районе, в каждом подразделении госавтоинспекции в районах Омской области нужно будет осуществить процедуру сдачи заявления и декларации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Пока ГИБДД не стало рьяно исполнять этот закон, они, еще раз повторю, они просто обязаны это делать и они не могут это не делать. Надо отнестись к этому с пониманием. Люди не проводили документы в порядке и не делали вот это изменение конструкции транспортного средства, которое от них требует закон. Между тем, закон, по которому любое изменение в конструкции автомобиля должно быть одобрено технической инспекцией, действует уже 7 лет. Закручивать гайки начали в последние месяцы. Но для тех, кто перевел машину на газ давно, общественники добиваются послаблений. Наше предложение заключается в том, чтобы те люди, которые это оборудование уже имеют и которые его установили до принятия этого регламента, могли пройти эту регистрацию по упрощенной схеме, имея необходимые, нужные разрешительные документы, предоставив их в нужном законе порядки в единое окно и получить эту регистрацию без очереди. Но сделать это необходимо, иначе штраф. А потом автомобиль просто снимут с учета и доехать на нем даже до отдела технодзора станет невозможно. Дмитрий Ковалев и Дмитрий Головко. Омск здесь. Как получить разрешение на переоборудованное авто? Этот запрос, несмотря на актуальность темы, был не самым популярным в поисковой системе. Россиян в этом году больше интересовали выборы в нашей стране и в США. Когда ждать эпидемии свиного гриппа и какой город победил в голосовании за символы на купюрах? А вот что чаще запрашивали омичи, выяснила Екатерина Хлемязьева. В единый день голосования 18 сентября омичи вместе со всей страной напряженно следили за ходом выборов. Эта тема возглавила топ мировых событий, которые интересовали жители Омска в 2016 году. Политика волнует их даже чуть больше, чем собственное здоровье. Тема свиного гриппа в России на втором месте по частоте запросов. На третьем месте снова выборы, на этот раз президента США. За предвыборной гонкой Хилари Клинтон и Дональда Трампа омичи особенно пристально следили в ноябре. Юбилей Омска – ожидаемо самое популярное из событий региона. Трехсотлетие города кто-то ждал с нетерпением, кто-то называл разочарованием года. В любом случае им интересовались, и это вывело его в топ запросов. На втором месте снова эпидемия гриппа. Меры профилактики и уровень заболеваемости – вот что интересовало омичей в январе. А в марте горожан так поразило авиашоу русских витязей, которые устроили в честь юбилея Омска, что эта тема стала третьей в топе запросов региональных новостей. Самый популярный мужчина в Омске – Дональд Трамп. Избранным президентом США омичи интересовались даже больше, чем лауреатом Оскара Леонардо Ди Каприо. А на третьем месте довольно неожиданно оказался Леонид Якубович. Особый интерес к нему в Омске возникал дважды – в апреле и в августе. Видимо, омичи очень переживали за телеведущего из-за постоянных сообщений о его мнимой смерти. Кроме того, в этом году Якубович несколько раз посещал Омскую область. Что касается знаменитостей женщин, активнее всего омичи искали информацию об актрисе Марго Робби, которая сыграла роль суперзлодейки Харли Куин в фильме «Отряд самоубийц». На втором месте – Ольга Бузова. За ее начавшимся разводом омичи внимательно следят до сих пор. А на третьем месте – недавно ставшая матерью Ксения Собчак. К слову, в статистике запросов по России светская львица заняла первое место. И пусть ваши запросы не остаются безответными. Удачи и только хороших вам новостей. До встречи в новом году на продвижении. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ